Разведение грязи, выхлопы газа и просто уменьшение свободного пространства. Большинство незакрытых жилых дворов каждый день сталкиваются с этим. Порой их жители вынуждены буквально обороняться, ставя различные препятствия на подъезде к своему дому. В разных районах Рязани есть разные причины этого. Так, в центре города водители осаждают дворы из-за платных парковок. Несмотря на это, городская администрация планирует увеличить количество мест, где придется оплачивать остановку машины. У нас в ближайшее время 14 улиц планируется включить в зону платных парковок. Это где-то еще порядка тысяч машин и мест. Размещаться они будут вокруг торговых рядов, на улицах Радищева, Горького, а также площадях Мичурина и Свободы. Примечательно, что расширение зоны платных парковок не коснется так называемых магистральных улиц, которые связывают районы города. Вопрос доступной оплаты и парковки очень важен для рязанских водителей. Если стоимость их не удовлетворяет, они идут в другие места. Отсюда вытекает и проблема загруженности бесплатных парковок. Основная часть людей от парковок, чтобы избежать, паркуется в тех местах, где нет плана парковки. То есть весь этот масок скачивает по городу, правильно? По дворам. В свою очередь, крайними здесь становятся жители домов, во дворах которых паркуются эти так называемые перебежчики. Мы решили узнать, что говорят рязанцы об этом. При жилых дворах очень мало парковок для автомобилей, поэтому жильцы ставят рядом с домами, и это очень неудобно. Шум, то, что занимают места для парковок жителей этого двора. У нас закрытый двор. Нам повезло. В одном из жителей города солидарны. Проблему кочующих от двора ко двору машин, избегающих платных парковок, надо решать. Иначе в один прекрасный день вы можете обнаружить на красивом газоне грязные следы от шин и подтекающего масла. Красоты городу это точно не добавит. Альтернативой платным парковкам, без вреда для жителей дворов, может послужить повышение привлекательности общественного транспорта. Или можно использовать казахстанский метод. Несколько человек вызывают такси и оплачивают его, доезжая вместе до места и обратно. Осталось только выбрать наиболее подходящий вариант как для пешеходов, так и для водителей. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасибо.